перед своим основным видеороликом хочу порекомендовать вам очень интересный канал здравствуйте уважаемые зрители с вами канал умное хозяйство сейчас мы находимся на моем приусадебном участке я хотел сказать в двух словах о чем вообще мы будем вам ведать на нашем канале кроме всего прочего что вы увидите на моем участке какие изменения произошли что тут вообще будет происходить за сезон мы вам еще будем показывать бизнес-проекты у нас есть такой замечательный бизнес-проект который называется органическая то есть как бы малина вы можете обратиться к нам то есть как бы и мы дадим какие-то рекомендации можем помочь пассивным материалом и многое другое вы хотите салаты круглый год отлично как их получить вы хотите клубнику каждый год постараться при этом на маленькой площадке собрать большой урожай как можно меньше обрабатываем и как можно больше получаем если вы хотите постоянно смотреть наши ролики подписывайтесь на канал если вам понравился этот репортаж ставьте лайк и оставайтесь с нами итак начало июня цветение закончилось завязь на гроздях образовалась и можно переходить к одной из самых основных операций зеленых операций на виноградных кустах это нормирование виноградными гроздями и много теории нас на кустах средней и большой силы роста среднем считается побег длиной около 150 сантиметров от 140 до 160 и примерно с 20 листьями и такой побег средний среднестатистический побег обеспечивает вызревание на побеги 400-500 грамм ягод большее количество ягод то есть грозь примерно 800 грамм более килограмма и прочее такой побег уже не сможет обеспечить питанием и ягоды во первых созреют очень поздно во вторых могут не дозреть быть кислыми то есть будет перегруз вашего куста если оставить много таких побегов значит в чем состоит наша задача как винограда обеспечить наибольшее количество листьев на побеге то есть чтобы созрела на побеге рост весом к примеру 800 грамм количество листьев должно быть в два раза больше то есть не 20 а 40 50 как можно добиться увеличения количества листьев на побеге ну прежде всего как я и говорил удаление части пасынка вот пасынок и прищипываем пасынок над вторым листом остается два нижних листа то есть облиственность облиственность этого побега будет увеличиться увеличиваться за счет вот этих двух пасынков к тому же я уже наверное говорил что пасынковые листья имеют более высокую способность поглощать солнечный свет то есть фотосинтетическую способность они более интенсивно питают гроздь и ягоды чем листья основного побега особенно нижние листья побега то есть поставление пасынка с прищипывание пасынка над вторым листом раз второе условие не спешить обламывать верхушки побега потому что я часто слышу в комментариях меня спрашивают а иногда уже утверждают ставят перед фактом вот доросли побеги до верхней проволоки я их все по обрезал тем самым во первых вы укоротили ваш побег сократили количество листьев на них раз во вторых вы даете сигнал пробуждению зимующих почек в пазухах листа что ухудшает на следующий год плодоношение этих побегов второе третье ранней прищипкой вы увеличиваете способность побега выращивать отращивать пасынки они начнут массово расти на побеге что увеличит вам количество работы и эти молодые листья молодые пасынки будут потреблять на себя питание вместо того чтобы питать гроздь будут расти молодые листики на пасынках то есть удаление верхушки побега так называемую чеканку нужно производить во второй половине августа после прекращения роста побега это второе условие третье условие это соответственно высокие высокая агротехника то есть вовремя опрыскать предотвратить болезни заболевания естественно вовремя пропасынковать кусты удалить загущение второе вовремя подкормить кусты опрыскать по листу добавить удобрения вместе с поливной водой третье вовремя ну да полить это я уже сказал полить подкормить провести зеленые операции то есть высокая агротехника также увеличивает возможность лучшего созревания ягод ну и следующее условие это нормирование урожая гроздями вот посмотрите у меня на этом отдельно взятом побеге две грозди одна вторая я рекомендую всем пользователям которые смотрят мои видео в основном это виноградарь их любителей которые выращивают виноград у себя на дачах на своих участках то есть не и приезжают не так часто на участке не могут обеспечивать полноценное питание своим виноградным кустам и поэтому я постоянно всем рекомендую если грозди у вас виноград грозди виноградного куста значит от 500 там до 800 грамм примерно вот как примеру на винограде лора средняя вес грозди пятьсот шестьсот грамм я рекомендую оставлять по одной грозди на побег вот один побег на нем две грозди и я рекомендую верхнюю гроздь удалить удалить уже после того как вы убедились в нормальном завязывании в хорошем завязывании ягод видите то есть после цветения после завязывания ягод оставляем на побеге одну гроздь при хорошем питании такая гроздь будет весить в среднем около 800 грамм вот и представьте сколько у вас может получиться килограмм с одного куста если вы оставите на кусте лоры 30 побегов на каждом побеге по одной грозди 800 граммовой то вы получите трижды 8 24 24 ну что-то хуже опылилось что-то меньше опылилось то есть в районе 20 килограмм с куста это очень очень и очень хороший результат великолепный хорошим результатом очень хорошим результатом считается получение 4 4 с половиной килограмм с одного квадратного метра площади питания вашего куста а следующий побег две грозди нижнюю обычно оставляют нижнюю гроздь она всегда крупнее нижнюю гроздь оставляю верхнюю убираю вот она но я в основном оставляю на кустах по полторы грозди грубо говоря на некоторых две на некоторых одну гроздь но у меня есть возможность лучше кормить кусты лучше ухаживать за ними чем скажем чем дачнику который приезжает на дачу там на два дня в неделю поэтому я могу позволить себе нагружку побольше и еще вот здесь вот внизу побега в самой нижней части вот эти нижние листики можно по одному два листика убрать во-первых будет больше попадать солнце на ваш на вашу гроздь и лучше будет проветриваться гроздь эти листья они уже довольно старые самые первые и они уже не очень мало выдают питательных веществ кусту поэтому их можно убрать но без повышенного энтузиазма одно два один два листика вот еще один уберу листик самый нижний уберу эту гроздь конечно если вы работаете с техническими сортами так называемыми винными у которых грозди 100 150 ну максимум до 200 грамм тогда конечно не надо убирать эти грозди возможно оставление их на побеге одного и двух и трех гроздей которые там по 150 грамм как раз эти ваш побег средне статистического размера позволит вызреть этим ягодам ну а такие крупноплодные сорта оставляйте по одной грозди не задумываясь вы не ошибетесь и будете с вовремя со спелыми и вкусными ягодами конечно же вот такие вот кучки оборванных соцветий с уже завязавшимися ягодами могут вызвать неадекватную реакцию у ваших родных и близких могут вызвать сопротивление не поддавайтесь оставляйте по одной грозди на побег и и тогда вы удивите своих родственников прекрасным урожаем а вот на сортах с очень большими гроздями килограмм полтора до двух килограмм часто оставляют и несколько бесплодных побегов вот к примеру два плодоносных побега по одной грозди на каждом и один бесплодный к ним для увеличения питания для увеличения количества листьев но это каждый винограды решает самостоятельно на основании своего опыта часто бывает что на один плодоносный побег оставляет один бесплодный это на кустах на сортах с очень крупными гроздями